Добрый день, друзья! Это комментарии эксперта на канале iTuber, где мы обсуждаем новости и тренды из мира криптовалют, блокчейна и ICO. iTuber – одно из крупнейших в Рунете сообществ онлайн-инвесторов, которые информируют о новостях и возможностях крипторынка и обучают работе на нем. Меня зовут Евгений Романенко и мой гость сегодня Владимир Попов, блокчейн-юрист, основатель компании Synergis, автор книг по правовой статус криптовалют, ICO и биткоин. Ссылки на них вы найдете в описании к этому видео. Владимир, приветствую вас! Приветствую всех! Новость географическая близко к вам. На Дальнем Востоке никто иной, как полпредпрезидент Российской Федерации в Дальневосточно-федеральном округе анонсирует проект создания майнинговых центров и биржи для работы с криптовалютами. Эти люди, как правило, не делают подобных заявлений, если им это не разрешили. Это что уже официально Российская Федерация информирует мировое сообщество о том, что она стремится к тому, чтобы заткнуть Китай в майнинге. Ну, заткнуть Китай в майнинге у нас, к сожалению, не получится, но при этом я смотрел недавно общение с Ильиной Сидоренко на криптобазаре и, в общем-то, исходя из него и то, что говорил Титов, Россия действительно хочет в майнинге преуспеть. Ну, собственно, майнинг – это ведь продолжение энергетической темы, а мы являемся как мало-немало сверхдержавой именно энергетики, к сожалению, тоже. Это первый момент. И второй момент – нужно понимать, что майнинг на Дальнем Востоке, в принципе, довольно интересная вещь в том плане, что Дальний Восток вообще так или иначе хотят развивать. Уже несколько попыток было, в том числе там землю предлагали, бесплатные какие-то преференции, там проводили международные съезды и так далее. Я думаю, что это как раз-таки рассматриваться надо еще и в этом ключе. Ну, и третий момент, что майнинг на самом деле его, скорее всего, в России будут переводить на промышленные рейсы, и поэтому так или иначе опыта ставить на нем нужно. Ну, что подобные вещи означают не что иное, как признание стратегической чуть ли важности биткоина для Российской Федерации, для Дальнего Востока. Сейчас мы будем только рады, если экономику этого региона удастся поднять. Словосочетание употребляет ситуация с энергообеспечением достаточно пестрая, у нас есть изолированные эргосистемы, где электроэнергия производится больше, чем необходимо. Не означает ли это, что можно даже подкрутить цену на электроэнергию в нужное русло, чтобы майнинг всегда был выгоден в Российской Федерации? На самом деле я знаю, что предложения поступали Дерипаске и Газпромовской сети, и в общем-то они, в принципе, сначала не очень одобрительно относились, потом смягчили свою позицию на положительную, но есть некоторые нюансы, в том числе юридические, которые связаны с оптовым приобретением электроэнергии. То есть здесь необходимо уже пройти, так все сказать, ступени бюрократического ада, и я так думаю, что вот здесь как раз законодательство бы, если изменилось, все было бы очень хорошо. Это было мнение облачения юриста Владимира Попова по поводу интересных событий на Дальнем Востоке и не станет ли он майнинговой меккой Российской Федерации. Ставьте лайк, задавайте вопросы в комментариях, подписывайтесь на YouTube-канал. В описании под видео ссылки на Telegram-группы с новостями и сайдами по криптовалютам и на обучение работе на крипторынке. И подпишитесь на наш блог в голосе, первым русскоязычным социальным медиа на блокчейн, и зарабатывайте на контенте, лайках и комментариях. Удачи вам, до новых встреч!